Всем привет! В сегодняшнем видео я бы хотела поделиться с вами своей находкой на просторах интернета. И я думаю, что это будет такая постоянная рубрика, потому что ну постоянно есть куча всяких разных людей, каналов, я не знаю, музык, которые меня вдохновляют. Речь, наверное, не только о вдохновлении, а именно о какой-то информационной насыщенности. И та личность, которую я вам сегодня посоветую, это просто уникальная женщина, с которой обязательно стоило бы познакомиться. Татьяна Черниковская это российский ученый в области нейронауки и психологии. Также она является доктором биологических и филологических наук. Моя мама прислала мне одно видео и меня затянуло просто. Я начала смотреть разные видео с этой женщиной. Она была несколько раз у Познера. И эти видео, в принципе, были бы хороши для знакомства с ней. После того, как я посмотрела два этих видео, мне кажется, их надо пересматривать просто, делая записи, заметки, потому что ну это очень интересно, то, что она говорит, то, что она рассказывает о мозге, о возможностях человеческих вообще, о языке, а также, так как она филологических наук, тоже доктор. Это очень интересно послушать. И это не тот мусор, который вам никогда не пригодится. Это та информация, которая, возможно, вам поможет, если вы, допустим, будете воспитывать своих детей и так далее. И для себя это, естественно, важно вообще, что такое наш мозг, зачем он, куда он и как он. Сегодня я бы хотела вас познакомить с определенными ее мыслями, с которыми я категорически согласна. И поэтому я бы хотела вам их пересказать. А вы уже, в свою очередь, можете посмотреть, если вас заинтересует то конкретно видео, на котором я сегодня базирую свое видео. После того, как я посмотрела много ее видео, мне, естественно, YouTube стал предлагать подобные похожие видео. И предложилось мне одно видео, на которое я обязательно ссылку оставлю в инфобоксе. И обязательно посмотрите, если вас интересует эта вся тематика. В первую очередь мне очень понравилось то, что она говорила про то, что ум, умность никак нельзя проверить. Естественно, она приводила в пример тест IQ, и она говорила, что, в принципе, тест IQ ничего не значит, как и, в принципе, то, что вы, допустим, где-то учились в каком-то супер-пупер навороченном университете и получили оттуда диплом. И что есть очень много умных людей, которые, несмотря на то, что у них нет образования, они все равно умны. В этом видео она разделяет такие понятия, как ум, интеллект, мудрость. Для нее это абсолютно разные понятия. И конкретно она говорит про тест IQ, то, что если бы, кстати, я недавно проходила тест IQ и прошла его на 117 баллов, и это ничего себе неплохо. Если вы хотите, кстати, ссылку я тоже оставлю на тест Айзенка, кажется, он называется, если я не ошибаюсь. Тест я этот проходила буквально пару дней назад. И, в принципе, результаты мне довольны. И в этом видео она говорит, что если бы тест IQ прошли Пушкин или Шекспир или Моцарт, то они, скорее всего, его бы, конечно, не прошли. И она говорит о том, что это гениальные люди, и вот эти вот проверочные всякие тесты, которые сейчас существуют, они абсолютно неполноценно измеряют интеллект людей. И на этом основываться абсолютно не стоит. Больше всего меня впечатлило то, что она говорила о том, что определяет нас. И впечатлило меня именно то, что я всегда говорю то же самое. Наверное, это смешно, конечно. Здесь не сразу вспоминается шутка, что умный человек — это тот человек, с которым совпадает твое мнение. И да, наверное, это, конечно, так, что мы каждый мерим по себе, и что для нас кажется идеалом, то и нас впечатляет. Но просто, как бы, конечно, женщина очень умная. И, конечно, мне лестно, что у меня на это хватило ума в свое время, и что я понимаю, что это очень важно. Итак, самая бомбящая у меня мысль. Она говорила о мозге и говорила о том, что, в принципе, конечно, наследственность. Наследственность, она играет большую роль, и вы можете по наследству унаследовать прекрасный агрегат, грубо говоря. Вот это она сейчас про мозг. Нехилые такие мозги. То на этом все не заканчивается. Она говорит о том, что для того, чтобы ваш мозг работал, вам нужно научиться на нем играть. То есть она даже сравнивает мозг с музыкальным инструментом, который вы унаследовали от своих предков, да, от своих родителей и так далее. И она говорит, что вы можете получить прекрасный, я не помню, что она конкретно приводит пример, рояль, я не знаю, или еще что-то. Но для того, чтобы быть виртуозом этого дела, вам нужно научиться играть. И это зависит только от того, что вы конкретно сделаете со своей жизнью и куда вы направитесь. И здесь она говорит сногсшибательную вещь, от которой я как раз-таки в восторге, про сочетание того, что ваш мозг унаследованный, гениальный и так далее, должен сочетаться с вашим опытом. И ваш опыт — это как раз-таки то, что вы читали, что вы слушали, что вы смотрели, какие фильмы, каких людей вы встречали, с какими людьми вы общались. И это действительно то, на что я всю жизнь ставила и ставлю, и это то, чему я благодарна в своей жизни. Я благодарна тому, что я в свое время заслушивалась песнями Ноутилуса, Цоя, я не знаю, кого там еще я слушала в то время. То есть это были мои молодежные песни. И я считаю, что это очень много мне дало. Я имею в виду, что я стала другой, отличной от тех людей, которые, я не знаю, слушали какую-то другую совершенно музыку, потому что там поднимались какие-то определенные темы, которые не поднимались в других песнях. Фильмы, литература — это все очень важное. Очень важно, на чем вы основываете свои мысли, свою жизнь, куда вы движетесь и зачем. Люди, определенно, это одно из самых важных моментов, потому что именно благодаря людям мы обычно находим фильмы, которые мы смотрим, музыку, которую мы слушаем и так далее. И здесь она как раз-таки сказала, что мозг — это не решето. И в мозге откладывается абсолютно все то, что вы увидели, услышали, понюхали, прошли мимо какой-то шум, мимо вас вы это все отложили себе в голову. И она говорит о том, что она советует всегда ограничиваться от некачественной литературы, от дурацкой музыки и так далее. И это действительно важно, и я думаю, что это важно особенно уже состоявшимся личностям, женщинам, например, которые воспитывают детей. Потому что у нас есть такая проблема, что многие люди, многие женщины, они не ограничивают своих детей, и они дают им полную свободу. Но мне кажется, что нужно в каждом ребенке воспитывать вкус. И поэтому здесь очень важно не проморгать, чтобы ваш ребенок свою всю голову не забил вот этим вот шлаком. Так сказала, в принципе, Татьяна сама. Вот. И это на самом деле все откладывается и заполняет все ваше пространство в голове. Поэтому это все лучше подчищать, и особенно для детей, особенно пока они еще взращиваются. Это очень важно, чтобы они были, все равно понимали, что такое хорошо, что такое плохо. И здесь мне тоже понравилась очень интересная мысль была у Арбениной. К Арбениной у меня определенная любовь. Тоже, опять же, на ее музыке я тоже росла. И я считаю, что это тоже очень интересная личность. И она сказала в одном из своих интервью, что она категорически запрещает своим детям слушать всякую непонятную музыку. И она воспитывает в них вкус. Она им действительно запрещает смотреть какие-то фильмы, слушать какую-то музыку. Они еще маленькие, но тем не менее это важно. Это очень важно вовремя своего ребенка и себя огородить от всякого лишнего. Например, тот же Дом-2. Кто-то считает, что это, я не знаю, что это можно смотреть для того, чтобы сделать какие-то выводы. Я считаю, что там нету никаких выводов. Вывод там один, что это все порнография в открытом доступе. И вообще какой-то слой непонятного общества, который вообще в моих кругах, слава богу, таких людей нету. Потому что это просто отбросы. Вот по-другому не сказать. Кстати, хороший сериал отбросы. По сравнению с этими отбросами это, конечно, другое. Также в видео они обсуждают то, что, возможно, мы, в принципе, живем не в настоящем мире. О том, что наш мозг, в принципе, может создавать нам иллюзию. И она говорит о том, что, например, у тех же людей, которые психически больны, у которых психические расстройства, они точно так же уверены, что чертик, который стоит там на столе, он с ними разговаривает. И это абсолютно реально ощущается. Она говорит, что мы не можем понимать, мы не можем распознать, нормальные мы или ненормальные. И мы не можем знать, что для нас вообще галлюцинация, а что нет. И возможно, что все это фикция. Но это, конечно, такая тема, которая спорная, но интересная, согласитесь. Следующая тема, которая почему-то меня тоже заинтересовала, была тема того, что люди ищут инопланетян, так называемых. То есть какие-то соседние умы, так сказать, которые тоже где-то существуют. И она рассуждала на эту тему то, что, в принципе, конечно, возможно, что где-то кто-то существует. Но стоит ли искать, стоит ли вообще куда-то двигаться и что-то предпринимать для того, чтобы их найти. И тут она говорит два варианта. Если какие-то цивилизации и существуют, либо они слабее, либо сильнее. Если они слабее, то такой контакт нам ничего не принесет. Мы просто откроем для себя новую цивилизацию какую-то и порадуемся, скажем, здорово. И если они будут неразвиты, то вероятнее, что нам от этого ничего полезного не будет. Если же мы найдем какую-то более развитую цивилизацию, то вероятнее всего, что здесь могут быть проблемы. И что они захотят нас просто изничтожить и так далее. Потому что идет борьба за всякие ресурсы. То есть она это больше воспринимает как ненужное событие для наших жизней. И говорит, что это больше попахивает угрозой. Следующей интересной мыслью для меня было то, что она говорила про расслоение общества. И она говорила про то, что сейчас есть очень много людей, которые действительно стараются ложкой черпать информацию, развиваться постоянно. А есть слои, которые абсолютно ничем не интересуются. И для них это все не особо важно. И в видео она немного прокомментировала систему образования. И, конечно, я тоже с ней соглашусь. Она сказала, что наше человечество в данное время уже нашло столько информаций, которые очень важны. И она говорила о том, что в школе изучается далеко не самое важное, не самое нужное. Ну, это если я правильно поняла, конечно. И она сказала, что гуманитарии... Это мы! Я не знаю, кто меня смотрит, но вероятнее, что гуманитарии все равно там имеется. Среди тех, кто смотрит. И она говорила о том, что именно гуманитарии сохраняют знания нам о жизни человечества, об истории и так далее. И в пример приводила одного очень умного парня, который учится на экономике, кажется, который спрашивал, что... А это правда? Я правильно понимаю? Сибирь — это столица Москвы. И она его даже не стала поправлять на эту тему. Но смысл в чем, что она говорит, что люди, которые занимаются не гуманитарными науками, они, конечно, молодцы, но, тем не менее, у них в голове все в цифрах. И вот информация, которая действительно из поколения в поколение передается, она передается только за счет того, что есть гуманитарии. Так что мы, в принципе, достаточно важные персоны в этой жизни. И она говорила про систему образования, то, что, в принципе, нужно развивать аппарат понимания, научить людей обращаться с информацией. Это конкретно то, что нам было бы нужно. То есть информации уже столько, что за школьную жизнь все равно никакой человек это не успеет выучить. И если бы делать школу и все знания туда вставить, которые человечество сейчас имеет, то такое бы образование заняло, кажется, 25 лет или что-то вроде этого. И она сказала, что никакой нормальный человек и ненормальный не захочет столько времени положить на школу. Также в каком-то из видео с Познером она, конечно, задевала тему Бога. И я думаю, что у Познера это, в принципе, вечный вопрос, который он задает, кажется, всем, кто у него побывал. И он спрашивает всегда, что бы вы сказали Богу. Но конкретно у Татьяны он этого не спросил. Я думаю, это связано с тем, что, конечно, все люди, которые в науке, они больше основывают свои мысли все-таки на каком-то атеизме. Они основывают свои мысли на том, что все научно доказуемо и объяснимо. И поэтому он на эту тему ее, конечно же, не спросил. И было, конечно, приятно смотреть, как она ловко с ним разговаривала. Было приятно смотреть, что он к ней очень уважительно относился. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Ссылки на самые излюбленные мои видео я оставлю в инфобоксе. Если вы хотите поделиться своими мыслями насчет чего-то из того, что я сказала и перечислила, то вы можете писать их в комментариях, мне будет интересно почитать. Ну и мы увидимся в своем следующем видео. Чао! Татьяна Черниговская – это научный ученый в... Научный ученый. Просто после того, как я посмотрела 1505 ее видео, я поняла, что мне нужно... Нет, я ничего не понимала. Че со мной сегодня? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok